Самый узнаваемый поворот города Магнитогорска. Единственное место на левом берегу, где движение организовано в три полосы в одном направлении, то есть шесть полос. Это поворот в сторону профсоюзной. И вот мы сюда приехали, здесь как раз за спиной оператора находится ТЭЦ, для того, чтобы показать вам абсолютно новое, уникальное производство по переработке металла. Конечно, за этим мостом у железнодорожного находится металлургический комбинат. Но и прямо под боком, здесь на профсоюзной 11, тоже делают. Конечно, не в таких объемах, но что делают? Эта технология позволяет вам экономить в разы. Эта технология позволяет вам сохранять прочность металла, при этом вы избегаете сварки. Ну что ж, давайте посмотрим, из чего все это сделано и куда надо приехать. Еще раз напоминаем, надо только хорошо поискать. И даже здесь, в том месте, куда ранее мы не обращали свое внимание, есть то, ради чего вам стоит приехать. И это не фирма по продаже металла, коих в городе пруд-пруди. Это настоящая производственная фирма, а точнее завод, продукция которого сотни тонн цельнолистовой сетки. Да, это не Магнитогорск, это Белорецк. И это продукция Белорецкого завода сеток и настилов. Это то, чего ранее не делалось в России. И это материал 21 века. Вся та красота, которая лежит здесь, красота, которая лежит за вашей спиной, стоит вот так. Как вы ее делаете? Вы что-то свариваете, что-то придумываете? А, нет. Вся сетка эта выполнена без сварки, без термообработки. То есть, делается она путем вытягивания из цельного куска металла. Если я правильно понял, вот это раньше был один кусок металла. И он таким же и остался, вот даже в тех местах сочленения? Да, совершенно верно. То есть, сетка вся эта делается из цельного куска металла. Никакой сварки здесь не присутствует. И чуть-чуть из популярной механики. Вы помните паучью сеть? Так вот, это самый прочный органический элемент естественного происхождения, в смысле сделанного разумным существом. Оказывается, из цельного куска стали можно сделать что-то подобное. Надо было только придумать технологию. И теперь она есть. То, что стоит за вашей спиной, вот эта крупная ячеистая структура, вы тоже это делаете, не используя сварку? Да, совершенно верно. Все это мы делаем тем же самым методом. Посечный вытяжной метод называется. То есть, все это делается без сварки. Да, мы не мыслим сейчас жизнь без металла. Но и мы умеем считать. И даже арматуру, и даже ограждение. Которые, в принципе, не обязательно делать из профлиста, да и варить. Из толстостенных и стальных арматурин не надо. Легкая и прочная конструкция получается в разы дешевле. Ну, если сравнивать с профлистом, то, конечно, металла бы ушло гораздо больше. То есть, здесь, в этой непосредственно сетке металла задействовано меньше. И, соответственно, стоит она дешевле. То есть, по цене вы выигрываете в несколько раз. При этом, это не сетка, из которой можно удалить один сегмент, и она рассыпется. Да потому, что сегментов здесь нет. Это был и есть, по сути, один лист. Мы видим какие-то совершенно нестандартные решения. Ну, посмотрите, допустим, да? Вот такой рисунок. Еще вот такие вот рисунки. Потом, ну, что-то практически совсем из космоса, да? Да. При этом, это еще не все наименования. То есть, у нас их больше ста наименований. Это, естественно, разных совершенно форм. То есть, все это мы можем сделать и произвести. Если я правильно понял, ранее такая технология на рынке России не присутствовала? Нет, это совершенно новая технология. То есть, мы ее запатентовали, забрандовали. Вот, никто этим не занимался. Мы открыли это впервые. И вот сейчас делаем, выпускаем на рынок. Я достаточно давно работаю в нашем металлургическом городе. И помню сетку «Рабица», которая использовалась везде. В заборах, в учреждениях, ну, судебно-исполнительной системы, да? И мы просто помним, ну, эти все кадры из боевиков, да? Приезжает один перец, одну проволочку перекусил, потихонечку вытащил, сетка разошлась. Ваша продукция, насколько она устойчива к воздействию вандалов? Продукция эта очень вандалоустойчивая, скажем так. Так как, опять же, повторюсь, что она не сварная, не скрученная. То есть, она спаянная. Если вы даже будете ее резать, она никак не расходится, не растягивается. И, соответственно, поэтому она вандалоустойчивая. В свое время Арнольд Шварценеггер зарабатывал свои первые миллионы рекламируя автомобильную резину. В отличие от Арнольда Шварценеггера, мне миллионы вряд ли удастся заработать. Но попробую продемонстрировать, как выполнена ваша кладочная, обыкновенная, самая типа дешевая сетка, которую вы с удовольствием покупаете на строительных маркетах. Ну вот, точечная сварка. Давайте посмотрим, как она выглядит. Ну вот так вот мы разрушили легенды о том, что металл может служить долго. Но вот эту сетку мне точно не порвать. Потому что это цельный кусок металла. Мы часто видим элементы конструкции, ну вот, допустим, которые гниют и ломаются изнутри. Потом мы берем кувалду, ломаем, видим там кладочную сетку, которая уже полностью сгнила. Она даже там, ну вообще в таком состоянии трухи находится. Ваша сетка сколько продержится? Наша сетка продержится на порядок выше стандартной сетки, которая сейчас используется, то есть сварная. Поэтому она надежнее во всех отношениях. То есть фундамент прослужит дольше, то есть плита не сгниет изнутри. То есть стенка не отвалится. И даже если это все будет находиться в воде, да потому что сетка может быть и оцинкована. И в принципе, работая разумно, можно и на цементе сэкономить, сделав потоньше и не проиграв прочности. Так что творите, выдумывайте и пробуйте. С новым материалом из стали. С материалом действительно 21 века. Так вот, что особо радует? То, что магнитогорцы, заработав деньги, не хотят уезжать из нашего замечательного города. Не все такие патриоты. Но чем больше вас таких будет, тем меньше у меня будет глупых мыслей свалить отсюда. Ну да ладно. Это только одно направление. Переработка металла. Но нам явно не хватает еще. Не хватает машиностроительной промышленности. Не хватает того, на что пока внимание комбината не обращено. То есть у вас есть возможность, используя металл комбината, используя свои мозги, делать... Но что-то вот похожее на это. Конечно, никто ранее до этого не додумывался. И поэтому выставка и основной магазин располагается здесь, на улице Профсоюзной, 11. Заехать, ну, очень просто. Вот эта заправка направо сюда редкий человек поворачивает. Но надо повернуть и еще повернуть и прямо под горку спуститься. И все поймете сами. И теперь уже ваша стройка не развалится. И теперь уже ваш забор не будет поврежден вандалами. В общем, есть много чего интересного в этом, таком тихом и спокойном местечке, под боком на УТЭЦ.